До этого у меня была социально одобряемая профессия, в голове была идея, вдруг я попробую, у меня не получится. Могут вас там время лишить, ну уволят вас максимум, ну подумаешь. Это профессия нищих, это профессия каких-то необразованных людей, ну потому что я не хочу голодать. Всем привет, привет мои хорошие, привет мои любимые творческие зрители, я художник Вики Мир, меня зовут Вика. И это видео будет про мою историю, как я пришла вообще к идее, что мне надо рисовать. 4,5 года я зарабатываю на жизнь творчеством, рисованием, я художник векторной графики, и я художник, рисующий живыми материалами, живопись, графика. И это моя основная деятельность, которой я занимаюсь. До этого у меня была социально одобряемая профессия, сейчас расскажу, что и как, какая профессия, почему ушла, как перешла в другую область. Когда у меня пришла в голову идея записать видео на эту тему, я подумала, что это может быть полезно тем людям, которые сейчас на развилке путей, которые не знают, что делать, или которые недавно, наоборот, ушли из нормальной профессии, перешли во фриланс или в творчество, столкнулись с определенными сложностями. Я поделюсь, с какими сложностями я сталкивалась, и что с этим делать, как бороться, какие вообще есть плюсы и минусы у художественной свободной такой жизни фрилансера. Если вам интересна эта тема, продолжайте смотреть, а если вам симпатична я и всё, что я говорю, то подписывайтесь на мой канал, чтобы мы с вами друг друга не потеряли. Итак, давайте с социально одобряемых профессий начнём. Десять лет назад, два года я работала в банке, мне было чуть-чуть за двадцать, я училась в тот период в институте, высшее образование у меня не связано с творчеством, и за всю жизнь у меня была ещё одна профессия, ну, скажем так, в офисе, короткий промежуток времени, тоже нетворческая, тоже такая серьёзная профессия взрослых людей. На этом долго останавливаться не буду, поэтому поподробнее о тех двух годах работы в банке, что не так, почему я оттуда ушла. Главный сдерживающий фактор — это неплохой доход. Ну, что значит неплохой? Это понятие растяжимое, для кого-то плохой, для кого-то неплохой, для меня неплохой. То есть меня устраивало, потому что то, что для меня что-то классное, может тут скажут, да нет, это вообще ерунда. Помню, на работе ко мне пришла обслуживаться клиентка, которая очень хорошо выглядела, в данном контексте очень хорошо, это про материальный достаток. И я же видела считать человека и видела, какой у них доход, и у неё был доход выше моего. Мне нужно было заполнять какую-то анкету, где был вопрос о её профессии, и она мне сказала, что она профессиональный художник. И я ещё подумала, вот это да, а я как думала, что художник — это что-то такое, это с голыми штанами, с голой попой, это про бедность. Профессия художник — это учитель рисования в школе на государственном бюджете, который как бы не очень высокий. Хотя, безусловно, эти профессии очень нужны и важны, и другой вопрос, что они оплачиваются недостойно, несоизмеримо затраченным усилием человека. В тот момент я подумала, как интересно. Я выбрала себе социально одобряемую профессию с неплохим доходом, отказавшись от своей мечты, потому что... Ну, потому что я не хочу голодать, потому что я из бедной семьи. Я до сих пор, уже во взрослом возрасте, такие странные чувства испытываю, когда мне кто-то рассказывает о том, как он в детстве там жил прекрасно, и всё покупали, и любую прихоть выполняли. Мне это вообще не знакомо. Мы жили, ну, скромно, это очень мягко будет сказано, мы жили плохо. Я не хотела жить так же. А тут у меня в 20 лет в голове переворачивается всё вверх дном, что ну как же так, в этой профессии можно зарабатывать. Я тогда ещё такими категориями не мыслила, сейчас я прекрасно понимаю, что вообще нет такого, что это профессия бедная, а это профессия богатая. Например, там, уборщик, уборщица, это профессия нищих, это профессия каких-то необразованных людей. Да бред всё это! С чего бы это вдруг? Почему это профессия необразованных каких-то людей? Люди, работая в клининге, могут зарабатывать больше, а если людям это приносит ещё и удовольствие, и не только сам процесс работы, удовольствие, а ещё и более сложное удовольствие, что они что-то полезное для мира делают. У меня вообще большое уважение ко всем профессиям, я даже не могу придумать такую профессию, к которой я бы как-то пренебрежительно относилась бы, если только это профессии, связанные с чем-то незаконным, что мешает жизни и здоровью людей, если только такие. Про клиентку уже начала говорить, да, помните? Помню, она ушла, я загуглила её фамилию и посмотрела, кто она, чем она занимается, в какой сфере она работает. Она расписывала стены, она ездила в разные города, приезжала, месяц работала, какие-то цветы, флористику, что-то такое делала, и я подумала, блин, классно, круто, прикольно. И ещё вся соль ситуации заключалась в том, что мы с ней были ровесницами, она была на тот момент очень молодой. Сразу автоматически весь вот этот бред про бедные, нищие профессии у меня выветрился из головы. Надо просто быть на своём месте, надо заниматься тем, что любишь, тем, что хочется, тем, что умеешь. Надо повышать свои навыки, надо быть хорошим профессионалом в какой бы области не работал. Я ушла из банка, закончила институт и после стала искать профессию во фрилансе, я на тот момент слышала про микростоки. Я подумала, классно, можно зарабатывать на рисовании, но я пришла на стоки спустя, ну, чуть ли там не через 7, наверное, лет, где-то так. Почему? Потому что у меня в голове была идея, вдруг я попробую, у меня не получится. И тогда что? И тогда всё, тогда как будто бы вот, вот как будто вся жизнь пошла наперекосяк. Я сейчас понимаю уже, что это были какие-то ошибки мышления, но что значит не получится? А так, Вика, ты даже не попробуешь? А так, у тебя результат будет ноль, если не попробуешь? А если попробуешь, ну, хотя бы один процент, но будет результата? Вот в чём смысл, вот в чём правда. На тот момент у меня был вот этот большой страх поражения, я работала года три в копирайтинге и помогала с написанием дипломов студентам вузов на заказ. Что я хочу сказать, когда уходите от дяденьки работодателя и начинаете работать на себя, то, наверное, самый главный минус, о котором, кстати, не говорят, это гиперответственность. То есть, неважно, какая профессия у вас творческая, нетворческая, неважно, вы отныне, и пока вы будете в этом работать, пока вы будете в этом вариться, вы чувствуете за себя ответственность. Я заработала денег, у меня есть деньги, я не заработала денег, у меня нет денег. И постоянно в голове днём и ночью крутятся мысли о том, как и что заработать, а какой проект взять, а какой не взять, а тут надо было вот так сделать, ой, а тут вот я в своей работе нашла ошибку, надо завтра проснуться и справить. Ага, так, а тут дедлайн не поджимает, а тут. И вот эта вот ответственность за своё личное имя, что ли, что я профессионал, да. Когда вы работаете на дядю, на какого-то наработодателя, то вот этого нет. И, условно говоря, если вы сильно накосячили по своей работе, то ответственность понесёт эта компания, её имя, да, то есть ваш работодатель. А вы лично, ну как, ну могут вас там премии лишить, ну уволят вас максимум, ну подумаешь. Возможно, кому-то такой сарказм не понравится, но что поделать, такой у нас мир. Работая на себя, вы получаете финансовые ямы практически гарантированно. Потому что вы нашли заказчика, у вас есть доход, и он может в несколько раз превышать тот доход, который у вас был до этого. А если вы не нашли, то вам надо что-то думать. То есть на фрилансе у вас всегда должна быть подушка безопасности. На фрилансе вы отвечаете за свою репутацию. Вы всеми силами будете стремиться сохранить своё честное имя. На фрилансе не получится отлынивать от работы, выполнять её спустя рукава и прочее, и прочее. Вы дороже заплатите за ошибку. Но всё это компенсируется огромным чувством удовлетворения от того, друзья, от того, что вы на своём месте находитесь. И вы развиваете себя, и вы вкладываетесь в себя. И теперь я уже говорю о каких-то положительных сторонах, вот о вот этом самоощущении. Да, я слышала много говорят о том, что если вы работаете на себя, то там хочу-работаю, не хочу-не работаю. Но эта фраза, она равносильна тому, что если я работаю на себя, хочу-имею, доход хочу-не имею. Вы же понимаете, что чтобы зарабатывать деньги, нужно работать, нужно трудиться. Да, вы организовываете рабочее место под себя. Да, вы делаете его максимально удобным. Да, вы там хотите днём работаете, хотите ночью. Это всё очень круто. Все вот эти организационные и технические вопросы, они настроены именно под вас. Они под кого-то другого и подходят вам на 100%. Вместе с тем работать надо будет. Работать надо будет много. И работать надо будет больше, чем вы работали на работодателя. Конечно, тут выбор за вами, и всё это видео, оно не раскроет полностью, там, плюсов и минусов. Я лишь основные моменты зацепила, потому что это видео больше, оно на такую тему перехода к рисованию. Если бы у меня спросили сейчас, жалеешь ты о своём пути или нет, то я бы сказала нет. В конце концов, если вам в голову сейчас пришла идея что-то поменять, вы куда-то хотите перейти, хотите, например, рисовать, вам же она не с потолка пришла, вам же она пришла почему-то, по каким-то причинам. Да, правильно? И, возможно, эта идея, она у вас уже не первый год, просто сейчас вы полны намерениями что-то изменить. В конце концов, нам всем надо как-то зарабатывать на жизнь, но жизнь, она имеет такое свойство — конечность. Да, вы всё равно освоите какую-то профессию. Да, вы всё равно будете зарабатывать тем или иным способом деньги. Вопрос в том, какой способ вам нравится, да? Зачем я сказала о том, что жизнь конечна? Затем, что не только материальные вещи в ней важны, да? Профессия — это ещё и самореализация, да? Верно ведь? Что вы думаете? Напишите в комментариях, пожалуйста, что вы думаете об этом. Лучше в жизни пробовать разные вещи, лучше попробовать, и пускай оно получится, не получится, разберётесь со временем. Если не получится, ну, вернётесь обратно к своему привычному образу жизни, в конце концов. Вы ничего не теряете существенно. Лучше в жизни что-то сделать, чем не сделать. А я приглашаю всех подписываться на мой Телеграм-канал. Загляните в ссылочках в описании, у меня другие соцсети, на ВК. Переходите, подписывайтесь. Подписывайтесь на этот Ютуб-канал. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца, и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok